Я была еще ребенком лет трех-четырех, когда мой дядя Александр Порфирьевич Бородин работал над своими романсами, симфониями и оперой «Князь Игорь». Немалая часть этой работы происходила в квартире моих родителей в Москве. Жена дяди не выносила сырого петербургского климата и жила у нас весну, лето и осень. Только зимой на один-два месяца уезжай в Петербург, а иногда, если зима была сырая, она и зимой оставалась в Москве. О чем думаете, господин профессор? Собачий вальс? Да разве это музыка? Мой дядя самых честных правил. С тех пор прошло много лет. Племянница Бородина Елена Протопопова, а по мужу Буланина уже давно жила не в Москве, а в Самаре. Но она и теперь прекрасно помнила и раннее детство, и зал, во всю длину которого стоял большой концертный рояль дяди. Неподалеку от рояля стоял круглый стол, а на нем лампа с абажуром цвет чайной розы. От лампы разливался золотисто-розовый цвет, освещавший лиц всех, кто сидел вокруг стола. Здесь были бабушка с вязанием в руках, тетя, раскладывающая пасьянс, мать и отец, внимательно слушающий игру Бородина. В комнате было тихо-тихо, слышалось только тиканье старинных часов и музыка, которая лилась из-под дядиных рук. Леночку давно уже уложили спать, но, услыхав музыку, она проснулась и, накрывшись одеялом, прокралась в зал, где играл дядя. Он сидел у рояля, сгорбившись, боясь потревожить котят, которые устроились на его плечах. Леночка оставилась возле дяди и, дождавшись одобрительного кивка головы, забралась к нему на колени и оттуда наблюдала, как пальцы едва касаются клавиш и рождают волшебные звуки. А ведь он все недоволен собой, произнесла в этот момент тетя, все переделывает свою Ярославну. В оконные стекла, между тем, постукивала осенний дождь, и в комнату лилась промозглая серая мгла. А здесь, в комнате, было так тепло и уютно, как бывает, кажется, только в раю, и слышались звуки, неправдоподобные которых нет ничего на свете. Бородин приезжал из Петербурга в Москву во время зимних, весенних и летних каникул, когда освобождался от своих лекций как профессор химии в военно-медицинской академии. Он был известным ученым-химиком своего времени, о котором говорили, что он единственный химик среди музыкантов и единственный музыкант среди химиков. Наверное, он мог бы написать гораздо больше музыкальных произведений. Но музыке он посвящал только время, свободное от научных занятий. Правда, в эти немногие часы он был по-настоящему счастлив. И все, кто его в это время видел, замечали, что его глаза буквально-таки светятся этим счастьем. Года через два или через три родители Лены вместе с Бородиными поселились на даче в Сокольниках. Туда же переехал и рояль из московской квартиры. Его поставили в самой большой на даче комнате, отведенной дяде. Два окна этой комнаты выходили в сад. И из них в дом тянулись ветки жасмина с распускающимися душистыми цветами. Живя на даче, Лена просыпалась рано утром и быстрее бежала на воздух. Бородин тоже вставал рано, завтракал какими-нибудь фруктами или ягодой и шел вместе с племянницей в рощу. Там Лена по-детски радовалась полету жуков, пению иволги, и малиновки, и распускающимся ромашкам и лютикам. Бородин рассказывал племяннице о происхождении земли, растениях, насекомых, о животных и птицах. Говорил он живым, понятным ребенку языком, но вместе с тем давал правдивые сведения, которые мог дать только человек науке, занимающийся ею с тем же увлечением, с каким он сочинял музыку. Однажды во время прогулки Лена и ее дядя увидели выпавшего из гнезда птенчика, прыгавшего в траве. Бородин садил его в свою соломенную шляпу, отнес на дачу, поил и кормил с гусиного пера, а когда птенчик вырос и смог летать, отнес в рощу и выпустил. После утренней прогулки Лена и Бородин возвращались домой и заставали всю семью в сборе у чайного столика. Завтракали, пили чай, говорили о погоде, а потом расходились каждый в свою комнату. Мать уводила Лену к себе и учила ее чтению, письму и счету, а Бородин шел к роялю работать. Музыкальные вкусы Бородина отличались большой оригинальностью. Рассказывали, как однажды, идя по улице, он увидел двух шарманщиков-итальянцев. Бородин остановил их и попросил одного сыграть что-нибудь из травиаты, а другого из трубадура. Сам он тем временем встал между двумя шарманками и с наслаждением слушал смешение звуков. Живя в Самаре, племянница Бородина работала в одной из частных женских гимназий. Она учила девочек словесности и истории, диктовала им слова с непроверяемыми орфограммами. Девочки писали их, делали ошибки, получали за свои диктанты превосходно и посредственно. А она проверяла написанное и вспоминала. Смутно, смутно, теперь вспоминалось, как в гости к дяде приходили друзья, композиторы из могучей кучки. Римский Корсков, Кьюи, Лядов, Балакирев и другие. Заходил Танеев в серой фетровой шляпе, сдвинутой на затылок и открывающей таким образом большой музыкальный лоб. Танеев смеялся, да разве это музыка? Вы надо мной шутите. И надо сказать, что ни он один не понимал значения могучей кучки. Когда Бородин и его товарищи написали свои сочинения на мотив собачьего вальса, они были встречены целым хором недоброжелателей, осыпавших их насмешками. Но могучая кучка не растерялась и отправила свои сочинения листу. А он присоединил к их вальсам свой собственный собачий вальс. Лена хорошо помнила, как однажды Бородин сыграл и спел в полголоса свою спящую красавицу. В стекла окон уже смотрели с улицы серые сумерки. В ее воображении живо вставали непроходимые леса, замок, люди, уснувшие в разных позах. И красавица, спящая волшебным непробудным сном. Когда дядя доиграл, Лена сказала, а ведь спящая красавица проснется, ее разбудит какой-то могучий богатырь. Бородин вздохнул, улыбнулся и ответил, я-то, наверное, не дождусь ее пробуждения. А вот ты дождешься. Я верю. Обязательно дождешься. Тогда Лена, естественно, не поняла, что он имел в виду. Поняла она это много позже, когда отец рассказал ей, как, учащаясь на последнем курсе военно-медицинской академии, ее дядя залечивал глубокие раны на спинах солдат, прогнанных сквозь строй и иссеченных шпиц-рутинерами, для того, чтобы были видны позвонки спинного хребта. А еще из рассказов отца она узнала, как хлопотал Бородин об открытии женских медицинских курсов, закрытых по указу Александра Третьего. Будучи профессором химии на этих курсах, Бородин всегда стоял за высшее женское образование и очень огорчился их закрытию. Добившись аудиенции у царицы, он попробовал объяснить ей, в чем польза женского образования. Но в ответ услышал, что женские курсы отнимают у семьи жен и матерей и приносят только вред семьям и стране. Однако Бородин не сдался, и курсы все же открылись снова. Когда Елене было 10, Бородина не стало. Умер он внезапно, как раз когда в его квартире, находящейся в здании военно-медицинской академии, происходил веселый маскарад. Гости собрались в маскарадных костюмах, шутили, смеялись. Хозяин тоже был заграммирован и начал было произносить речь. Но вдруг покачнулся и упал на пол. Все, кто окружали его в этот момент, подумали, что он лицедействует. Снегурочки, маркизы, испанки, витязи столпились над ним и, смеясь, стали просить его встать. Дескать, хватит, Александр Порфирьевич, хватит, верим. Усыпанный цветами гроб Бородина несли на руках до самой могилы его ученицы, студентки женских медицинских курсов, обожавшие своего профессора. Похоронили его на кладбище Невской лавры, близ могил других знаменитых русских композиторов. Полтора года спустя, после его смерти, друзья и почитатели Бородина воздвигали на его могиле памятник, украшенный музыкальными инструментами и золотой доской с нотами из сочинений композитора. Окружала надгробие ограда, звенья которой представляли собой художественные переплетения знаков химических элементов. Что же касается племянницы композитора Бородина, то она уедет из Самары в середине 1900-х годов в Москву, где и будет жить до самой своей смерти в годы Великой Отечественной войны, в нищете, забвении и наедине с своими воспоминаниями о детстве, о родителях и о великом дяде, из-под пальцев которого когда-то лилась та самая неправдоподобная музыка. Я не знаю, тоскует ли ясная даль, с ними вместе грустит ли река, только грустно теперь, и минувшего жаль, и впивается в сердце тоска. С вами был Михаил Перепелкин.